Продолжение 19-й сессии городского совета. Центральный вход в здание мэрии вновь заблокирован. Его охраняют неизвестные в спортивной одежде. Вероятно, чтобы не допустить активистов, митинговавших на улице. В сессионном зале страсти кипят не меньше, чем при входе в здание. Депутаты обсуждают проект решения, который позволит мэрии взять 1 миллиард гривен кредита у государственного Укргазбанка. Ставка 17,5% годовых. Если премьер объявил капитальный ремонт страны, то мэрия – капитальный ремонт города. Кредитные средства пойдут на ремонт дорог, теплотрасс, фасадов, лифтового хозяйства и другие расходы. У оппозиционных депутатов возникают сомнения насчет возможности освоить эти средства за оставшиеся пару месяцев до конца года. Особенно в канун сезона холодов и обильных осадков, который усложнит ремонтные работы. Они должны быть, как вы правильно заметили, в течение этого финансового года должны быть закончены. Я считаю, что большинству проектов будут проблемы. Если их добросовестно исполнять, не для того, чтобы вложиться в сроки, а для того, чтобы добросовестно делать, в это будут проблемы с выполнением их и с качеством работы. Почему так поздно? С одной стороны, мы выходим с данным предложением. Первое, для того, чтобы оформить документы на уровне Министерства финансов, мы должны подготовить большой пакет документов, в том числе годовой отчет. То есть это срок апрель-май. Почему в данной ситуации мы не в апреле, а в мае, а начали в августе рассматривать этот вопрос? Потому что те средства, которые были у нас сформированы в бюджете развития на различные наши проекты, их на тот момент, можно сказать, было достаточно. Большинство муниципального собрания поддержало инициативу Департамента финансов. 44 человека за, лишь семеро против. Также депутаты выделили дополнительные средства на долги коммунального предприятия теплоснабжения города Одессы. Предприятие уже много лет получает весомую помощь из городской казны, чтобы избежать банкротства. В рамках программы энергоэффективности город планирует отказаться от поставок горячей воды. Авторы проекта говорят, из-за нерентабельности услуги. Закончив с финансами и энергетикой, горсовет приступил к транспорту. Депутаты решили внедрять систему электронного билета в троллейбусах и трамваях за счет частного инвестора. Он получит 10% прибыли от транспортных перевозок. Инвестор за свой счет строит систему, сопровождает ее, обслуживает. И город, не вкладывая ни копейки, получает, скажем так, для жителей удобство при внедрении этой системы. Получает удобную систему планирования маршрутной сети, пассажирской сети, публичного транспорта. Повышает количество собранных средств от пассажироперевозок. Повышается туристическая привлекательность. Сергей Тетюхин подтвердил, что программа обновления городского электротранспорта будет выполнена в срок. До конца текущего года мэрия получит 47 троллейбусов белорусского производства. Напомню, их закупили за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития. Первый троллейбус в данный момент проходит процедуру растаможки. А вот троллейбусное депо в районе авторынка «Успех» перенесут. Застроят и сам рынок. Здесь планируется территория высотной жилой застройки. Депутаты дали добро на разработку детального плана этой территории. Напомню, что мэрия несколько лет судилась с администрацией «Успеха». В результате муниципалитету удалось вернуть торговые объекты на территории рынка в коммунальную собственность. Константин Гречан и Наталья Довбыш, телеканал «Репортер».